Здравствуйте! Меня зовут Елена Николаевна Дмитриева. Я заведующая Народным музеем «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда». Сегодня я вам расскажу о нашем музее, который расположен в Педагогическом колледже номер 8 в Санкт-Петербурге. Наш музей «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда» был открыт 1 июня 1972 года. Создатели нашего музея – это преподаватель колледжа, заслуженный учитель России Любовь Борисовна Береговая и студенты ее классной группы Людмила Гранаткина, Ирина Попова, Валентина Тихомирова, Римма Буренкова и я, Елена Дмитриева. «Я горжусь тем, что я принимала участие в создании музея. Мы были единым целым с нашей любимой Любовь Борисовной. Учитель и ученики вместе. Это дорогого стоит». Директора нашего колледжа всегда помогали музею, очень трепетно относились к нему. Алевтина Владимировна Сергеева была директором колледжа, когда наш музей создавался. Сама блокадница, она горячо поддержала идею создания музея. Благодаря Алевтине Владимировне у музея появилась своя аудитория, архивные шкафы, витрины. Когда директором колледжа была Галина Яковлевна Марковская, наш колледж дважды переезжал. И Галина Яковлевна помогала воссоздавать музей дважды. Сначала в одном здании, потом в другом. И мы ей очень благодарны за это. Сегодняшний директор нашего колледжа Людмила Петровна Иванова принимает участие во всех музейных делах. Всегда нас поддерживает. Ветераны знают Людмилу Петровну и любят ее. В том далеком 1972 году я и подумать не могла, что музей станет делом моей жизни. В 1987 году Министерством культуры России музею было присвоено звание «Народный». 1 июня 2020 года нашему музею исполнится 48 лет. Наш музей – это единственный музей не только в Санкт-Петербурге, но и в России, материалы которого рассказывают о подвиге воспитателей в годы блокады. Нам удалось собрать много реликвий блокадной эпохи. Это воспоминания, дневники, фотографии, детские рисунки, предметы быта, игрушки, книги и многое другое. У нас в музее создана групповая комната блокадного детского сада. Все вещи в этой экспозиции подлинные – мебель, посуда, печка-буржуйка, блокадная дуранда, коптилка. Очень важно, что все экспонаты в музее собраны студентами колледжа, будущими воспитателями детских садов и учителями начальных классов. Ведь именно им, будущим педагогам, рассказывать детям о подвиге ленинградцев. Работа музея очень разнообразна, но я расскажу только о некоторых ее направлениях. Проведение экскурсий – это одно из самых важных направлений работы нашего музея. Экскурсоводы – это студенты разных групп и разных курсов. Девочки приходят в музей такие разные, кому-то все дается очень легко, а кто-то должен приложить максимум усилий, чтобы выучить отрывок экскурсии. Я принимаю в музей всех – и одаренных, и не очень. Самое главное – девочки хотят знать, как жили дети в блокадном Ленинграде, как работали воспитатели, детские сады и детские дома. В наш музей на экскурсии приходят и дети, и взрослые, горожане и гости нашего города. Всех привлекает эта малоизвестная страница жизни осажденного Ленинграда – героический труд педагогов по спасению детей. За 48 лет в музее колледжа побывало на экскурсиях 351 430 человек. Проведено 106 794 экскурсии. Подготовлено 1065 экскурсоводов и студентов колледжа. Каждая группа колледжа несколько раз приходит на экскурсии в наш музей. Сначала на экскурсию «Детство, опаленное войной». Эту экскурсию я написала по дневникам и воспоминаниям педагогов и детей осажденного Ленинграда. Эти дневники и воспоминания хранятся у нас в музее. Потом для наших студентов проводим тематические экскурсии, которые я пишу вместе со студентами-экскурсоводами нашего музея. К нам в музей приезжают на экскурсии гости из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Англии, Японии. Вот делегация педагогов из Казахстана. Они так были потрясены экскурсией в нашем музее, что в Казахстане, в городе Рудный, в 19-й школе открыли музей, посвященный подвигу ленинградцев – «Дорога жизни». Теперь мы дружим с этой школой. Провели уже несколько видеоконференций вместе с ребятами 19-й школы города Рудный. Два года подряд к нам в музей приезжали ребята из гимназии Эрика Фрида, Вена, Австрия. Мы провели экскурсию для этих ребят не только по нашему музею, но и по Пискаревскому мемориальному кладбищу. Я разработала эту экскурсию по материалам нашего музея о погибших детях. Продолжение экскурсионной работы – это написание исследований по материалам нашего музея. Здесь объединяются многие направления музейной деятельности. Это поиск, встреча с ветеранами, запись воспоминаний, создание новой экспозиции, разработка части тематической экскурсии, помощь ветеранам. Вместе со студентами я разработала несколько тематических экскурсий по материалам нашего музея. Эти экскурсии мы проводим как у себя в музее, так и в школах, и в детских домах. Вот наши тематические экскурсии. Я на войне был школьником блокадным о ленинградском поэте Анатолии Молчанове, друге нашего музея. Сквозь израненный город – творчество детей блокады. По братским блокадным законам о выступлениях в больнице имени доктора Рауфаса, артиста-дрессировщика Ивана Ивановича Наркевича, годы блокады. Нас не согнут отчаяние и страх о работе блокадного детского дома. Также продолжением экскурсионной работы является создание видеофильмов по архивным материалам нашего музея. Студенты с удовольствием пробуют свои силы в качестве сценариста, режиссера, оператора. Видеофильмы, созданные студентами, мы показываем на наших экскурсиях. При музее колледжа с 1972 года работает группа «Милосердие», волонтеры которой помогают ветеранам-блокадникам на дому и детям-сиротам в детском доме. К 8 сентября, 27 января, к 9 мая мы проводим в колледже встречу поколений для ветеранов-блокадников и студентов колледжа. Сначала все собираются в зале на концерт, в котором принимают участие как студенты, так и ветераны. А потом все идут в музей. Там ветераны рассказывают о своей военной юности и детстве, поют со студентами песни, читают стихи. В такие минуты и происходит единение душ, передача эстафеты поколений. Эстафета поколений – это залог будущего. Мы в нашем музее, дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда, храним поистине бесценное наследство, память о самоотверженном труде педагогов по спасению детей в годы блокады. И передаем эту память последующим поколениям. Каждый, кто приходит на экскурсию в наш музей, уносит частицу памяти в своем сердце. Продолжение следует...